Микс Ньюз Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Выбывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья Культурная среда И с вами я, Елена Привалова На этой неделе не так много событий классической музыки Но тем не менее они есть Почти каждый день можно сходить и насладиться шедеврами классической музыки Так, завтра, 29 октября ВЭФ, культурный дворец ВЭФ празднует 60-летие И пригласили маэстро Раймонда Пауса Который будет исполнять и свои произведения за фортепиано И пригласил целую, можно сказать, банду Большой-большой коллектив Там будет и вокал, и гитара, и скрипка Кстати, скрипач, наш известный скрипач Гетон Гринберг Также будут и народные инструменты Раймонд Мацет И ударные инструменты Артис Орубс На мой взгляд, очень интересное празднование 60-летия Дворца культуры ВЭФ Стоит посетить 29 октября 30 октября в Домском соборе Концерт, о котором мы разговаривали и рассказывали В предыдущей передаче Деббис Пулкстенис «Небесные часы» Название от произведения композитора Современного Платона Буравицкого Нашего предыдущего гостя И исполняют Айгерс Раумани Саксофон Айгерс Рейнис Орган Эрнест Мэденш Ударные инструменты И в программе, помимо Платона Буравицкого, также Альфред Калнындж Ати Степинч, Ник Готамс Петерис Платидис Артур Маскотс И Эдгар Цирулис И, кстати, Артур Маскотс И Эдгар Цирулис – современные композиторы Которые представят свои премьеры И именно на этот концерт Мы разыгрываем два билета Первый – позвонивший в нашу студию По телефону 672-12-939 Получат два билета на этот замечательный концерт В Домском соборе И это закрытие фестиваля латвийской музыки Латвийская осень 2020 В этот же день, 30 октября в 19.00 В культурном дворце Зимельбель-Плазма В Большом зале выступают Выдающийся латвийский пианист Андрей Осокин И певица Катрина Гупола И их знаменитая программа «Сто лет спиав» Интересная программа Интересное выступление Рекомендую посетить обязательно А в гостях у нас сегодня Пианистка, сказочница Так она себя рекомендует И говорит о себе Уже известная вам, дорогие наши слушатели Это Юлия Казанцева Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте И говорить мы с вами будем уже Не о современной музыке А о музыке вечности Это Иоганн Себастьян Бах И целая династия Бахов Ведь в эпоху Баха И даже еще чуть-чуть позже Почти целое столетие Имя Баха Это было синонимом музыки, да, Юлия? То есть 50 членов рода И все музыканты Даже больше Больше 50 Знаете, Елена, я сейчас читаю Новую книжку 900 страниц Это новый труд Вот последнее достижение Баховедения Несмотря на устрашающую толщину Это читается просто на одном дыхании Потому что там удивительные вещи И я вот действительно Во многом расширила Свои познания И просто не терпится поделиться Например, то, что мы думали 50 бахов музыкантов Как много и гораздо больше оказалось И то, что вот в каждом учебнике Написано, что самый старейший Бах Вейд Бах Который был булочником Но любил играть на цитре На самом деле он был не первый Первый Бахи Это вообще 14 век То есть 14 век, простите меня Елена, вы понимаете Это уже не 300 лет Баховской династии А уже какое-то Астрономическое число получается То есть Иоганн Себастьян Бах Он сам при жизни Занимался своим родом И вот Иоганн Себастьян Бах Перечислил 53 баха музыканта Это вот еще его родственники Только Иоганн Себастьян Бах Перечислил А если добавить к этому Детей Баха Его внуков Внучатых племянников Которые тоже практически Все были музыкантами То мы уже приближаемся Наверное, мне кажется 100 бахов музыкантов А кстати Мы знаем Бах Иоганн Себастьяна Баха Его дядей То есть дядюшек Которые прекрасно Тоже писали музыку И если бы не было Вот этой вершины Иоганн Себастьяна Баха То, наверное, сейчас бы Их музыку также С большим успехом исполняли Знаем его прекрасных сыновей Карла Филиппа И Вильгельма Фридемана Баха Которые исполняются С большим успехом сейчас А вот что дальше? Прекратилась ли династия Бахов? Нет Во-первых, потомки Баха здравствуют Они живут в Америке И тоже занимаются музыкой Это иния от дочки Баха Единственная дочь Иоганн Себастьяна вышла замуж И вот от нее продолжается ветвь Баха То есть сейчас они здравствуют Наследники Иоганна Себастьяна Баха А последний Бах-композитор Это его внук Вильгельм Фридеман И он сын Баха Бюкебурского Тут, знаете, какой комментарий Бахов так много, что Это такой квест своеобразный Не запутайся в Бахах Это совершенно невозможно Не запутаться Я уже который год изучаю И пытаюсь разобраться Какие-то просветы у меня уже намечаются Но не запутаться невозможно Потому что вот вы сказали дядюшка Номенитый дядюшку Иоганн Себастьяна Его звали Иоганн Кристоф Бах Есть еще сын Иоганна Себастьяна Баха Иоганн Кристоф Бах И есть еще брат Родной брат Иоганна Себастьяна Иоганн Кристоф Баха То есть, пожалуйста, три Иоганна Кристофа Баха Три Иоганна Себастьяна Баха. То есть, пожалуйста, вопрос коварный, любите ли вы Иоганна Себастьяна Баха? И тут нужно уточнять, оказывается, а какого из трёх вы имеете в виду? Да-да-да. Ну, конечно, я люблю Иоганна Себастьяна Баха, который родился в 1685 году в замечательном городе Эйзинахе, где сейчас установлен музей. И долгое время считалось, что этот музей, этот дом, где родился Иоганн Себастьяна Баха, и создавалась весьма скрупулёзно, с большой любовью атмосфера, какой она могла быть во времена Баха, и спальная комната, и его рабочий кабинет. А потом выяснилось, что всё-таки этот дом не тот, где родился Иоганн Себастьяна Бах, но музей существует, и там есть старинные части предмета и интерьер именно XVII века. А вторая часть – это уже современный музей, где можно и послушать музыку Иоганна Себастьяна Баха, и где каждый день в определённое время проводится концерт с музыкой Иоганна Себастьяна. Мне кажется, это вообще замечательно. И, кстати, мне кажется, Бах – это единственный композитор, которого в Германии настолько любят, что почти в каждом городе есть хоть маленький музей Иоганна Себастьяна Баха, хоть какая-то квартира, но вот то, что символизирует именно самого Иоганна Себастьяна Баха. И его действительно там почитают и очень-очень любят в Германии. Да, Елена, простите, я вспомнила, что там же есть целый тур очень популярный по местам Баха. Даже есть и музей, а есть такие туры по городам Баха, где он хоть недельку, но был, или где он год, но служил. Вот я мечтаю поехать в такой. Поедем вместе. Потому что Иоганн Себастьян Бах – это, конечно, мой самый любимый композитор. И не случайно я сделала авторский цикл «Все сочинения для органа Иоганна Себастьяна Баха». На самом деле нет другого композитора, которому можно посвятить, мне кажется, всю жизнь и все свое творчество. И у него органное творчество настолько емкое и настолько цельное, и вот нет слабых вещей, нет ни одного произведения, которое не было бы интересно исполнить и которое не было бы интересно услышать. И вот кульминация моего авторского цикла «Все сочинения для органа Иоганна Себастьяна Баха» это такаты, органные такаты. И исполню я их 6 ноября в Домском соборе пять органных такат. Это фа мажор, ми мажор, до мажор и две в ре миноре. Но одна ре минор – это самая знаменитая, а вторая, можно сказать, в дарийском ре. Это действительно грандиозное сочинение, одно из самых сложнейших и одно из самых… Фуга – самая большая из органных фуг Иоганна Себастьяна Баха. Ну а, кстати, вот про такаты. Мы с Юлей очень тоже много общались, и есть даже, можно прямо сделать так, рассказать целые истории про такаты. Да, Юля? Можно, конечно. Вот я, знаете, с вами, Елена, полностью согласна, что я для себя вывела такую формулу уникальности Баха. Почему вот есть великий композитор, а есть Иоганн Себастьян Бах? Потому что вот это соединение совершенства и масштабности, вы сказали, у него нет проходящих пьес. Любую пьесу возьми, хоть кантату, хоть раторию, хоть токату, всё что угодно, хоть маленькую прелюдию до клавира, и вот она будет совершенна. При том, что он написал более тысячи произведений, и в то время писали по многу, и по пять тысяч, но были проходные моменты. То есть не было такого совершенства в каждом произведении, какое есть у Баха. И вот это уму, конечно, непостижимо. Для меня Бах — это какой-то сверхчеловек. А если говорить о такатах, то тоже я первый раз прочитала в этом новом труде от баховедов, что найдено самое раннее произведение Баха, ему было всего 13 лет. Это как раз органное его произведение, органной обработки. И ведь последний, незадолго до смерти, он продолжал работать именно над органной музыкой. То есть вся жизнь Баха посвящена органной музыке. Через всю его жизнь орган проходит как главный и любимый инструмент. Был небольшой период, всего лишь несколько лет, когда он служил в городе Кётани, и там просто не было органа, то, что это город кальвинистов, и они считали, что орган только мешает во время службы. И вот этот небольшой период был такой, когда Бах писал только светскую музыку. А так всю жизнь он пишет для органа, пишет для церкви. И ведь при жизни органа Себастьяна Баха, может быть, были споры, насколько велик он как композитор, но все были согласны, что Бах непревзойдённый органист. И ведь он знал орган со всех сторон и изнутри. То есть он был и мастером органа. Его постоянно приглашали опробовать новые органы по всей Саксонии. То есть Бах был просто на расклад. Он знал, как починить орган. Он с детства жил в органе. Действительно жил в органе, потому что его дядюшка, которого мы уже поминали, орган Кристоф, говорят, кстати, что если бы не родился страшно представить Иоганн Себастьян Бах, то мы бы помнили род Бахов по Иоганну Кристофу Баху. Вот я всем очень рекомендую музыку божественной красоты. Иоганн Кристоф Бах, дядюшка. И вот он был органистом в городе Изинахи. И, конечно же, маленький Иоганн Себастьян Бах, он слушал, как дядюшка играет. Он по этому органу ползал просто. Внутри заползал, смотрел, как там всё устроено. То есть это с детства. Он впитывал органную музыку. И, конечно же, он не разбирался, как никто другой. Ну и, кстати, Иоганну Себастьяну Баху, помимо того, что он принимал органы, как уже сказала Юля, он делал диспозиции. Диспозиция – это вот орган, вот тот набор тембров, регистров, которые есть в инструменте. И часто именно Иоганн Себастьян Бах делал диспозицию для церкви, замерял её размеры и понимал, какие регистры лучше всего прозвучат именно в этой церкви. И, конечно, сейчас в Германии много сохранилось инструментов. И с гордостью говорят, например, в Наумбурге – это орган. Диспозицию делал орган Себастьян Бах. И он присутствовал на открытии органа, принимал его. Сейчас мы уже говорим гордо инаугурация органа, то есть как инаугурация президента. И действительно, как король инструментов. И всегда, когда орган открывается, это и в те времена было большим событием. Ну, а сейчас, так как это всегда огромные деньги, это сейчас тоже большое-большое значение для каждого города, где это происходит. Дорогие друзья, почему мы разговариваем с Юлией Казанцевой о Бахе? Дело в том, что 6 ноября в Домском соборе состоится мой концерт в сет органной токкаты Иоганна Себастьяна Баха. Концерт в 19.00. И я сердечно приглашаю вас. А также мы разыгрываем два билета в Домский собор на закрытие фестиваля «Латвийская осень». Прекрасный концерт, очень яркий. Будет произведение Платона Буравицкого, «Небесные часы». И выступают Айгорс Рейнис, органист, Айгорс Рауманис, саксофон, и Эрнест Мэдденш, ударные инструменты. Первый позвонивший в нашу студию по телефону 672-12-939 получит два билета на этот замечательный концерт. Также 31 октября... А, уже не так же. Это следующий день. Суббота. 31 октября в Домском соборе в 12.00 небольшой концерт. Пикколо за органом Ивета Пелша. За вот эти 20 минут на самом деле самые замечательные концерты для школьников, для детей, которые только-только хотят приобщиться к органной музыке. Потому что, может быть, час, сложно высидеть, а вот 20 минут высидит самый непосредливый ребенок. И, кстати, в Домском соборе сейчас установлен большой экран. И можно не только насладиться, слушая этот грандиозный инструмент, но также еще и увидеть, как органист играет и руками на четырех мануалах, и ногами. Очень яркую программу исполнит Ивета Пелша, конечно же, Иоганн Себастьян Бах, токата и фуга ре минор, о которой мы сегодня еще поговорим. Хоральные прелюдии, также прозвучит Луи Вьерн Андантино и Жак-Николя Леменц фанфары. Такая вот немецкая и французская музыка. 31 октября также состоится и мой концерт в церкви Святого Павла. Многие уже знают эту церковь благодаря многочисленным благотворительным концертам, которые я проводила там в течение пяти лет. Церковь находится на улице Деглова-1. Это замечательный неоготический храм и там установлен орган той же фирмы, что и установила орган в Домском соборе. Фирма Валькер. Но орган совершенно другой. Если в Домском соборе 126 регистров, а вот у нас уже есть звонок. Алло, здравствуйте. Добрый день. Вы хотите пойти в Домский собор? Да, я хочу пойти в Домский собор. Как вас зовут? Меня зовут Тамара. Тамара, очень приятно. Пожалуйста, позвоните по телефону после передачи. Запишите номер 220. Подождите секундочку, сейчас я запишу, а то я тут еще и за рулем еду. 220 92 сейчас 220 929 00 после передачи. конец. Да, всего доброго. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Вот у нас уже есть первые слушатели, которые пойдут в Домский собор. Чуть-чуть позже мы разыграем билеты на мой концерт Церкви Святого Павла. Там очень интересная программа ко Дню Всех Святых. Я все-таки люблю этот праздник называть Днем Всех Святых, а не Хэллоуином. И, но тем не менее, название интригующее. Мистический орган. Но будет звучать не только орган. Вместе со мной выступит выдающийся рижский скрипач Юрий Савкин. Концертмейстер первых скрипок симфонического оркестра Латвийского оперного театра. И вот вместе в ансамбле мы исполним яркие произведения. Это Виталий Чекона соль минор. Можно сказать одно произведение композитора, которое дошло до нашего времени и которое прославило его на века. Это грандиозное сочинение для скрипки и органа. Также будет прелюдия и Олегра Фрица Крейслера. Прелюдия Олегра в стиле Пуньяни Фрица Крейслера. И новое для нас сочинение с Юрием это Камиль Синсан с Пляска смерти. Авторское переложение для скрипки и фортепиано, а уже наше переложение для скрипки и органы будет звучать очень ярко посимфонически и местами действительно действительно страшно, когда тема будет звучать в педали соло с этим грандиозным пазауном такой регистр и действительно будет немножко немножко страшно. Но очень яркое произведение. Почему я придумала такое название «Мистический орган»? потому что будет также звучать знаменитая готическая сюита Леона Бюльмана. Но не только его токката, которой он прославился, но весь цикл. А там «Прелюдия», хорал, «Минуэт», «Молитва» или ее называют также «Аве Мария» и токката. И, конечно же, Иоганн Себастьян Бах две токкаты «Дорийская» и токката «Ада жею фуга до мажор». И первый позвонивший по нашему телефону 672-12-939 получит два билета на этот концерт в Церкви Святого Павла 31 октября в 20.00. И, кстати, почему еще мистический концерт при свечах? Неоготический собор, сотни свечей. Это действительно такое яркое впечатление. И, мне кажется, такая вот атмосфера, она способствует восприятию музыки, и, я думаю, никого не оставит равнодушным. Алло, здравствуйте! Здравствуйте! Вы хотите в Церковь Святого Павла на митический орган. Как вас зовут? Екатерина. Екатерина. Пожалуйста, позвоните мне после передачи по телефону 220-929-00. Я вам расскажу, как забрать ваши билеты. Ну вот, дорогие... 220-929-00. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы разыграли два билета на мой концерт в Церкви Святого Павла 31 октября в митический орган. А в гостях у нас пианистка, прекрасная рассказчица Юлия Казанцева. И, кстати, мы встречаемся с Юлией уже периодически. Один раз в два-три месяца можно услышать ее замечательные истории в эфире нашего радио. Но можно стать ее поклонником и слушать ее вебинары про самых разных композиторов. Вот, например, в ближайшее время будет про малоизвестного композитора Анатолия Лядова. Правильно, Анатолий? Да? Юлия? Да. Да. Анатолий, санктивный шлях. Да. И эти... Сейчас у нас есть звонок, может быть, это вопрос. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. У вас какой-то вопрос? Да, здравствуйте. Здравствуйте. У вас вопрос, или вы хотели... Вы билеты получите? Билеты бы хотелось получить. Вы знаете, вы уже опоздали. У нас билеты и в Домске, и на мистический орган уже разыграны. Да, мы же. Да. В следующую среду мы будем разыгрывать билеты на все органные такаты Иоганна Себастьяна Баха в Домском соборе. Слушайте нашу передачу и обязательно звоните нам в студию. А у нас в студии, как я уже сказала, Юлия Казанцева. У нее есть сайт yulia.today, где можно послушать любой вебинар. И ближайшее это про Анатолия Константиновича Лядова, замечательного русского композитора. Но также там есть и про династии Бахов. Именно мы сегодня о них и говорим, что в роду Баха как оказывается уже не 50 членов рода, как писал сам Иоганн Себастьян Бахш, что династия Бахов насчитывает 53 члена рода. А оказывается, их уже около 100. И об этом в своем вебинаре рассказывает наш сегодняшний гость Юлия Казанцева. Но все-таки давайте поговорим еще о такатах. Органные такаты всего 5. Но какая первая? Юля, вы знаете? Я знаю, что точно сказать очень сложно. Опять-таки, когда мы говорим о Бахахе, Баховедении это серьезная наука. И они скрупулезно находят вот все, все, знаете, как они определяют, например, дату написания. Они даже смотрят, что есть капли дождя на партитуре. Вот я прочитала сейчас. И смотрят, что вот тогда был какой-то там ураган в это время. Значит, она написана... Не знаю, как это вычисляется, но это очень сложно. И вычислить дату точного написания это самое сложное в Баховедении, поэтому можно говорить все очень-очень относительно, но все такаты, которые вы будете играть, написаны молодым Бахом в Варнштадте и в Эйморе. Вот это два... За исключением Дорийской. За исключением Дорийской. Да, да. Дорийская и Фа-мажор, они поздние. Это лейпцигский период. Вот, Елена, вот видите, вы правы. Мы говорили, что Бах всю жизнь писал для органа, и вот можно будет сравнить его более ранние опыты, более поздние опыты. Про знаменитую такату Ре-минор, вот я знаете, если честно, я не знаю, стоит ли говорить или не стоит, но, наверное, мне сказать нечестно. Я не знаю, Елена, как вы к этому относитесь, что вот есть мнение среди некоторых баховедов, что эта знаменитая таката, она может быть написана не самим Бахом. Да, это известно. Говорят, что якобы она написана, но неизвестно кем. И вы сами только подумайте, кто мог создать такое грандиозное сочинение, это первое. А второе, есть прекрасное сочинение, издание органных сочинений, и в принципе не только органных, а всего каталога, это Берин Райтер. И они включили такату и фугу именно в полное собрание сочинений органных, но не в том, не тот том, который сомнительный. То есть это уже доказано, что таката и фугу Ре-минор написано самим Иоганном Себастьяном Бахом. И в принципе никто другой не мог написать это. Нет ни одного композитора, кто бы действительно мог создать этот шедевр. Ну а кстати, такаты, которые и Ре-минор, это... Вот, кстати, Юля, расскажите, я потом добавлю немного про такаты, расскажите нашим слушателям про эти загадочные БВВ. Ну почему загадочные? Просто, к сожалению, наследие Баха, то, что он оставил, очень много утеряно. И тоже мы не знаем сколько. То есть мы знаем, например, что в Лейпциге он написал какое-то время, он каждое воскресенье он писал по контакте. У него был невероятный такой подъём творческих сил и энтузиазм трудовой. И вот он каждое воскресенье писал по контакте. Хотя он мог бы этого не делать, он мог даже повторять или исполнять чужие контакты. И вот они утеряны. Можно сказать, половина или не половина, то есть сколько их, это идёт в счёт на сотни. Это только мы говорим, если о контактах. И почему так произошло? Все свои ноты Бах замещал своим детям. Я уже не говорю о том, что частично просто потерялось во время его многочисленных переездов, а он часто сменял место жительства. То есть частично просто потерялось. Но многое хранил Бах, и он отдал это своим детям. И вот дети, не все оказались достойными наследниками. К сожалению, его любимый старший сын, Вильгельм Фридеман Бах, о котором Бах говорил, что вот сын мой возлюбленный, о котором он множество сочинений для него написал. Вот, к слову, всё, что сейчас в музыкальных школах играется, там, инвенции, маленькие прелюди и фуга, в основном это всё было написано для любимого старшего сына, Вильгельма Фридемана Баха. И вот Вильгельм Фридеман после смерти отца, он просто распродал за гроши большую часть сочинений своего отца, что-то просто потерял. И многие сочинения исчезли. И когда хватились, что называется, и начали создавать вот этот каталог, который мы называем БВВ, в этом каталоге, что интересно, идёт не по хронологическому порядку, сочинение, как мы привыкли. Опус-1 – это раннее сочинение. У Баха опус-1 – это довольно поздняя лейпцигская кантата, уже во взрослом возрасте написано, то есть это по жанрам идёт каталог. И поэтому, когда мы видим вот эту аббревиатуру БВВ-1000, что-то там такое, это может вполне казаться сочинение юного Баха. То есть Бах, он всегда загадочен. Да, а что такое БВВ? Это аббревиатура. Я сейчас могу соврать, потому что это по-немецки. Нет, нет, это важно. А это название издания, которое, то есть, например, мы пишем опус, а вот у Баха это просто идёт название издания по Шмидеру. То есть, правильно, Шмидер, да? Я не вру сейчас. Да, то есть издание, вот сейчас, например, есть издание Беринрайтера, но тем не менее, был вот первый каталог, который издан, и уже все последующие именно отталкиваются от него. Потому что, например, в какое-то время было известно издание Петерсона, они брали свою систематику, и она не соответствовала именно органы, например, сочинения. А вот этот БВВ, он стал таким общепринятым в мировом музыкальном сообществе, и даже новые издания, которые делают, они отталкиваются именно от этого каталога Шмидера. Эти вот загадочные БВВ, это обозначение вот этого издания. Так же, как, например, есть у Пахельбеля, это ПВ, у Букстыхуды БуксВВ, и вот такие вот замечательные буквы это позволяет, потому что ведь, например, токката и фугоре минор, она может быть дорийская, а вот когда понимаешь, что, например, БВВ 538, это дорийская, а когда 565, то это уже самая знаменитая токката и фугоре минор. И, кстати, когда вы в Ютубе можете набрать, например, Бах и цифры 1000, или Бах 550, то вам выдаст именно сочинение Баха. Это очень интересно, вот это уже взаимодействие имени Баха с цифрами в наше время. Ну, а, кстати, если старший сын Вильгельм Фридеман был действительно таким выпивохой, хотя он был самым талантливым, и все он делал, Бах старался, вот чтобы его гений был раскрыт, и действительно, его ценил выше всех, и Вильгельм Фридеман действительно разбазарил все наследие Иоганна Себастьяна Баха, то вот его Карл Филипп Эммануил Бах, в которого он вкладывался немного меньше, потому что Карл Филипп был левшой и мог играть уже только на клавире, клавесине, органе. Он не вкладывался в него, как в скрипача, он не владел виллодегам, потому что считалось, что левша не может играть на струнных инструментах. Но, тем не менее, Карл Филипп Эммануил сохранил почти все наследие Иоганна Себастьяна Баха, и именно благодаря ему дошли до нас почти дошли до нас почти все его произведения. Но знаменитые шесть сонат Иоганна Себастьяна Баха, они, конечно, он создавал для своего первенца Вильгельма Фридемана. И, кстати, старшие сыновья Баха, когда в те времена говорили «Великий Бах», то имели в виду далеко не Иоганна Себастьяна Баха, а имели в виду именно или Вильгельма Фридемана, или Карла Филиппа. Но все-таки история расставила все по своим местам. И великий сейчас отец. Хотя как отец? Как его назвать? Он уже и даже не отец, потому что до него есть, как вы уже сказали, дядюшка Иоганн Крестов. Не только дядюшка. Вот мне, знаете, кажется, что появление Баха было неизбежно именно поэтому. Вот этот генетический материал, который накопился на протяжении нескольких столетий, вот рождение такого сверхгения, оно было неизбежно. И, конечно, не могло все сразу после Баха оборваться. Вот еще и на детей хватило, и на внуков хватило. И вы говорили про Вильгельма Фридемана. Я его слушала, я его играла. Мне, с одной стороны, очень симпатичен, но вот когда я прочитала, что Вильгельм Фридеман выдавал, сознательно выдавал сочинение своего отца за свои, вот тут, знаете, все уважение я к нему растеряла и уже навсегда. Вот это потому, что можно быть прекрасным музыкантом, талантливейший человек. То есть действительно, это факт. Но вот человек не очень хороший, и вопрос, а стоит ли знать о человеке, когда мы слушаем музыку? Можно ведь слушать музыку Вильгельма Фридемана Баха, получать удовольствие, наслаждаться. А вот я знаю, что он был таким, и уже нет желания его играть. Вот тот случай, когда многие знания, они не то, что многие печали, но оно накладывает какое-то восприятие. А Карл Филиппо Мануэль Бах, вот наоборот, узнавая его, хочется его играть, потому что он оказался достойным сыном. Он не только все сохранил, наследие своего отца, но он после смерти отца и разыскивал утерянные произведения не для какой-то корысти ради, а вот именно он понимал, что это и что это нужно сохранить. Вот такие разные дети. Одно воспитание, да, один отец. Ну, у Баха вообще 20 человек детей, и все они разные. Да, это действительно. И четверо от Марии Барбары, которая скоропостижно скончалась, но тем не менее и Вильгельм Фридеман, и Карл Филиппо Мануэль, это двое детей, гениев, именно от первой супруги Аганна Себастьяна Баха, а оставшиеся уже от Анны Магдалены Бах. Кстати, все Бахи, они должны были жениться и выходить замуж исключительно за музыкантов. И вот я думаю, это была такая традиция, как бы пожелания, или все-таки они прям, то есть никак нельзя было жениться на немузыканта. Как вы думаете, Юля? Династия Бахов, она ведь выжила в очень сложное время. Это была 30-летняя война, когда вся страна развалилась, когда выжить было очень сложно, и вот Бахи объединились. И вот тогда появилась эта традиция, что Бахи женятся только на музыкантах, причем очень даже из своего клана Бахов. Это может быть дальнее родство, но очень часто троюродные сестры. Да даже двоюродные, ведь Мария Барбара это двоюродная сестра. Да, да, то есть действительно эта традиция существовала, и она себя оправдала. Вот в это сложное время Бахи выжили, не только выжили, а вот именно во время войны они стали вот таким символом музыки. И в Саксоне, если вы встретитесь на улицах Баха вот в то время, вы знаете, что это музыкант, причем музыкант самой высшей пробы. В Бахе были и органисты, и инструменталисты, но вот обязательно музыканты. И когда мы говорили, что 100 Бахов музыкантов, мы ведь не считаем жен и дочерей, которые все были, как правило, певицы. Они могли петь в хоре, в церковном, могли петь и в светских каких-то постановках, то есть музыка, вот тотальная музыка, все Бахи музыканты. А, кстати, вот эта традиция, она ведь закончилась. Дети Баха, это последнее поколение, когда все Бахи музыканты, а потом уже вот внуки. Например, Иоганн Себастьян Бах, внук, он стал художником. И мне очень нравится его картина, это приятные пейзажи, такие идиллические пейзажи. Иоганн Себастьян Бах, внук, он очень мало прожил, всего 30 лет. И вот тоже рекомендую, можно посмотреть в интернете его картины. Так интересно. Я даже не знала об этом и с удовольствием загляну и посмотрю, какие же картины писал внук Иоганн Себастьян Бах. Но так, кстати, вторая супруга Анна Магдалена, она была дочерью городского трубача и была верной спутницей Иоганна Себастьяна Баха. На 15, а на 20 лет младше Иоганна Себастьяна она помогала и по хозяйству, и воспитывала его старших детей. И старшая дочь от первого брака, Лисхин, прожила с ней всю жизнь и всячески ей помогала. У нас есть, я не знаю, вопрос, надеюсь. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Меня зовут Матвей. И у меня вопрос. Честно, видит у нас характера, отчего у меня в третий дед Бах Баха, спасибо. Спасибо. Я выключу радио. Спасибо, да. Я выключу телефон и скажу, что подождите. Благодарю вас. Отчего умер Иоганн Себастьян Бах? Такой вопрос был от нашего слушателя. Так, Елена, я могу ошибаться. После операции на глазах Баху пытались удалить катаракту, потому что он потерял зрение, к сожалению, в последние годы практически ничего не видел. Это была очень мучительная и страшная в то время операция. Он на неё всё равно пошёл. Пошёл к врачу-шарлатану, который, кстати, оперировал и Генделя. Генделя тоже окончательно потерял зрение после этой операции. И вот после этого здоровья Бах, оно просто окончательно расстроилось. И что в итоге было, Елена, я, к сожалению... Нет, а именно так и пишут все музыковеды. То, что именно эта операция пошатнула здоровье Иоганна Себастьяна Баха, потому что было большое количество лекарств. И вот это вмешательство. А зрение он испортил в юности, когда переписывал ноты при свете свечи единственной или даже вообще при свете луны. И есть, да, это известная история про то, как он переписывал произведения своих старших современников Пахель, Белебуксты, Худе из тетради своего старшего брата, которого он оказался из того, что осиротел. Очень рано умерли родители, Иоганна Себастьяна Баха, и он стал жить у Иоганна Кристофа, да? Да, это тоже Иоганн Кристоф, не дядя, а брат Иоганн, который обучал его игре на органе. И, кстати, в те времена у Бахов не было традиции того, что могли отдать в приют. И когда дети лишались родителей, то их разбирали именно братья, сестры, дядюшки. То есть никогда дети не оставались на улице. И вот Иоганн Себастьян попал как раз к своему старшему брату, и у него обучался музыке. И в детстве он рано стал терять зрение, потому что переписывал при свете свечи или луны произведения своих современников. Ну, а, кстати, я очень хотела рассказать вам кратенько эту историю про такаты Иоганна Себастьяна Баха. Дело в том, что когда он отправился в пешее путешествие, свое знаменитое пешее путешествие в город Любик, где Трехобуксты Худе своему старшему современнику, основателю северонемецкой органной школы, и вместо положенных трех недель задержался там на целых полгода, то оттуда он уже вернулся большим мастером. И именно после этого путешествия он написал две грандиозные такаты. Таката Ми-Мажор, которая на самом деле, когда ее даже играешь, понимаешь, что она навеяна творчеством Дитриха Буксты Худе. Почти такое же строение. То есть там, хотя это в некоторых изданиях даже пишут прелюдия фуга, но это абсолютная таката. То есть сначала таката, импровизационная, потом фуга, потом опять импровизационная часть и опять фугированное заключение. Очень типичный образец творчества Дитриха Буксты Худе. И кажется, что как будто он даже его создавал по его рекомендациям, именно ознакомившись с его произведениями. И после путешествия он создал знаменитую такатую фугу Ре-Минор. Это произведение, можно сказать, юнца. Ему было 20 с хвостиком, 21 или 22 года, и он создал это гениальное сочинение. Вот так на него оказало знакомство с гениальным композитором Дитрихом Буксты Худе, который в наше время достаточно редко звучит. Между прочим, Дитрих Буксты Худе, он оценил Баха по достоинству, хотя Буксты Худе был уже признанным вообще мастером, а вот Бах он подмастерия из знаменитой династии, но тем не менее. И Буксты Худе даже предложил Баху жениться на дочери своей, то есть породниться. Но это было не просто породниться. Дело в том, что первостепенно было то, что Дитрих Буксты Худе настолько оценил гений юного Баха, что он предложил ему должность в Мариенкирхе. Он уже захотел... Приданное своей дочке. Нет, это было наоборот. Должность, но если ты хочешь получить должность, ты должен жениться на дочери, Дитриха Буксты Худе. Эта традиция существовала испекон веков. И Дитрих Буксты Худе женился на дочери своего предшественника. На самом деле это ведь именно то, о чем Юля рассказала, что так же, как Бахи выбирали себе в жены и в мужья только музыкантов и только своего рода, так же и в те времена музыканты, если вот ты получаешь должность, но ты входишь в нашу семью. То есть не просто абы кому передаешь, и это действительно, но Бах, это было настолько лестно, но он уже был помолвлен с Марией Барбарой Бах, и он был очень влюблен в нее. Но, кстати, об этом расскажем уже тогда в следующей передаче, мы ее тоже посвятим творчеству Иоганна Себастьяна Баха, потому что не случайно этот год Иоганна Себастьяна Баха, ему исполнилось 335 лет, время летит настолько незаметно, и наша передача, к сожалению, подошла к концу. У нас в гостях была замечательная рассказчица Юлия Казанцева, пианистка, рассказчица, музыковед, и у нее есть замечательный сайт yulia.today, где можно послушать ее вебинары, и, кстати, о династии Бахов. Слушайте, ходите на концерты классической музыки, просвещайтесь, ведь музыка это чудесно. Юлия, благодарю вас за прекрасный разговор, до новых встреч, до свидания. Спасибо за приглашение, до свидания.